Всем огромный привет! Можете нас поздравить, мы наконец-то прошли комиссию в детский сад. Это двухмесячная комиссия, которая у нас оттягивалась то от отсутствия свободного времени у врачей, то есть талонов, то еще по каким-либо причинам, но мы наконец-то это сделали. Сегодня мы прошли последнего врача-стоматолога и нам делают карточку. Мы сказали, что 27 июня нам ее доделают, когда как раз мы придем на олеокосанацию, на прививку, нам ее отдадут. Поэтому прям ура, ура, ура! Мы прям безумно этому рады. Ну и в общем сегодня я буду делать красную рыбку, покажу вам, как я делаю рыбу красную и вообще морскую, белую я так люблю делать. Давно никаких рецептов, ничего не снимала, потому что готовим все то же самое, в принципе, практически. У нас вообще вся семья живет в основном на каких-то кашах, крупах, то есть какой-то гарнир и в основном какие-нибудь кнели куриные, котлетки, тефтельки, все диетическое на пару, рыба кусочками на пару, мясо вареное, куриное и говядина какая-нибудь, например. Поэтому все то же самое, кушаем, никаких рецептов не снимала. Я хочу посокрушаться, показать этот шампунь Эльцеф Роскоши с Тимаси. Мне он не нравится. Он, конечно, классно увлажняет волосы и они после него первый день блестят, но на второй день они жирнющие просто. Вот, не понимаю совсем, мне кажется, он не промывает их, потому что вот я сутки хожу с волосами, они у меня уже прям жирные и совсем не хотят лежать. Я думаю, что такой шампунь, наверное, не для ежедневного использования, не для каждого раза мытья головы. Вот такой шампунь и бальзам у меня. Бальзамом я вообще практически не пользуюсь, потому что если я еще и намажу волосы бальзамом после этого шампуня, у меня волосы, волосы будут, наверное, я не знаю, жир капать. Хочет спать и хочет есть. Пюнок вот так вот ест, а на ходу засыпает. Прям засыпает, зайчик. Анечка. Мне кажется, сейчас глаза закроешь и уснешь. Давай, давай, мой хороший. Ротик-то открывай мамечке. Мамечке вкусненькую пюре еще даст. Мама вкусненькая даст пюресечка. Да чем маленькая глазки уже закатывает. Сейчас мамочка тебя положит, положит. Перед тем, как заснуть на 3 часа, нам с тобой, дочь, покушать же надо. Надо покушать, зайка, конечно. Глаза открыты, но она спит. Я начала вязать кардиганчик детский. Регланом сверху вяжу. Хотела вообще на Анюту, но что-то как-то великоват получается. Либо Анечке оставлю на потом его, на год, на полтора, либо девчонкам, племянницам кому-нибудь отдам. Здесь вот у меня рукава, петельки отложены, и рукава будет вязаться с двух сторон. А это вот основная деталь, спинка и полочки. Нежный такой акрил у меня, нежно-желтого цвета, красивенький очень. В общем, так говоря, из остаточков пряжи вяжется. Как я люблю, когда у меня остается, и остается что-то интересное, и в большом количестве, что аж можно целую вещь связать из этого. И вот такая вот у меня вещь довязалась. Это у меня кардиган. Такого вот цвета интересного, марсала. Ну, хотя он тоже с таким больше вишневым оттенком. На рукавах у меня есть косички. И по краю вот тут косички идут. То есть он такой косичный этот край. Вот так вот. Очень-очень тепленькая такая вещь получилась. Прям классненькая. И длина такая, как я хотела, чтобы была чуть ниже попы. Чтобы реально от нее тепло было в холодный сезон. Вот такая вот классная штука. Цвет, конечно, бомба. Вот теперь такую помаду себе хочу. Основой для моей рыбки всегда служит перетушенная морковь с луком. Я буквально до полуготовности довожу в мультиварке морковку с луком и с солью. И выкладываю ее вот таким вот ковричком на мой противень. Важно именно протушить, а не пожарить. То есть масло я практически не использую. Только для того, чтобы смазать поверхность казана мультиварки. И то потому, что у меня он немножечко уже начал прилипать. Он уже сталенький. Обычно прямо на такую вот шапку сверху я выкладываю куски рыбки. Но сейчас лето, появились уже помидорки, появилась зелень. Поэтому я сделаю немножко по-другому. Я выложу сначала помидоры по всему противню. Все это дело немножечко подсолю. Посыплю рубленной петрушкой. Или кто что любит. Можно кинзой. Кинзу у меня муж не ест. И сверху прям выкладываю куски горбуши. Она у меня порезана где-то по 1,5-2 см кусочками. Рыбку нужно посолить с двух сторон. Для этого я сначала на каждый кусочек посыпаю соль. Мы любители соль. Я уже говорила в предыдущих видео, что я соль люблю. Потом я переворачиваю каждый кусочек. И каждый кусочек еще просолю. Теперь я все это дело сверху прям заливаю йогуртом белым. Конечно, кто не заботится о своей фигуре, скорее всего зальют это дело майонезом. Но я не советую. Это очень вредные жиры. Майонез практически целиком состоит из растительного масла. Представьте, что вы просто налили половину противня растительного масла. Белый йогурт я не жалею. Потому что в белом йогурте будет дотушиваться и морковка, и помидорки. Обычно я еще немножечко сверху поливаю лимонным соком. Но сегодня у меня лимона не оказалось. Поэтому я слегка-слегка посыплю все это дело тертым нежирным сыром. Большое количество мне не нужно. Просто для вкуса, для шапочки и корочки. Сыр, конечно, это жирный продукт. Я вообще его, в принципе, не советую. Хотя он очень полезен. Но выбирайте нежирные сорта, либо вовсе его не используйте, если вы хотите похудеть. Сыр это очень коварный такой продукт, который, казалось бы, на вкус нежирный. Но на самом деле молочных жиров содержит очень много. Вот так вот на мелкой терочке потерла сырок. И отправляю все это в духовку где-то минут на 25-30. Рыбка готовится не сильно долго. Морковка у нас с луком готова. Поэтому опираемся на готовность рыбы. Вот такая красотень у нас получилась. Такой многослойный пирожок с рыбкой сверху. На гарнир люблю очень, когда к рыбе идет рис. Ну, собственно, эту корочку, если вас смущает, либо у вас жирный сыр, а вы готовите на всю семью, как я, да, и в том числе на мужа, которому не нужны особо ваши диетические блюда. Собственно, эту корочку можно просто убрать, все скрепсти, и все. И будет у вас вполне себе диета соблюдена. Вот, но обычно, в общем-то говоря, я рыбу готовлю любую, что белую, что красную в духовке. Собственно, эту подушку из морковки с луком просто выкладываю куски рыбки, заливаю все это дело белым йогуртом, и вот так вот там льду. Получается безумно вкусно, поэтому советую попробуйте с морковкой с луком. Я думаю, что вам понравится. А знаете, как я узнаю, что мой ребенок проснулся? А потому что у нас здесь колокольчики. Да, здесь у меня сушка для белья. Вот так вот мой ребенок спит. Выпнули на балкон с бельем и сушись. Да, доченька. Ах, она и эта мамка. Ах, она и эта мамка. Вообще не стыда, не совести. Вообще не стыда, не совести. Выпнула на балкон тебя. Крохотульку такую. Да. А ты лежишь, что ты зовешь колокольчиком мамочку. Зовешь. А она не идет. А ты зовешь. А она не идет. А ты зовешь. А она не идет. Ой, это мы сейчас любим ногами играть, да? Это мы любим. Закопалась, как всегда, в какую-то тряпку. Ох, она любит закопаться в какую-то тряпку. Ух, 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 унюшки. Ну, хоть чуть-чуть-то похоже. Вообще-то не похоже. Но должно же быть что-то хоть вообще. Вообще не похоже. Ну, должны же хоть чуть-чуть быть похоже. Не, вообще не похоже. Вообще не похоже. Ну, я съем эту соку. Ты маму любишь? Или же бы сказал, блю-блю, маму. Маму, бабушка садит. Вот, у бабушки. Что в нашем детском саду временном. КОНЕЦ.